Здравствуйте, друзья! Здесь у меня кустик шиповника за территорией растет. Мы мысленно представим, что это культурный сорт розы. На нем я бы хотела показать основные принципы обрезки весенней. Итак, обрезка бывает короткая, средняя, минимальная и комбинированная. Сейчас я подробно остановлюсь на каждом виде. Рядности я уберу сначала вот эти старые поломанные побеги всякие. Мелкие, все заглушающие побеги. Вот эти мы тоже срежем. Ну и вот что у нас осталось. С этим мы будем работать. Короткая обрезка. Это обрезка у основания куста на одну, две или три почки. Производим ее вот так. То есть вот она, почечка, смотрящая наружу. Мы можем обрезать вот так на одну почку. Или можем обрезать на две-три почки. Вот отсчитываем, вот наружная почечка. Мы вот здесь вот, к примеру, срезаем. То есть что происходит? Прежде всего этот вид обрезки стимулирует появление базальных побегов. То есть это побеги, которые будут расти от прививки. И этот прием используют при омоложении старых кустов. Вот эти вот почечки, расположенные у основания кустов. Вот здесь вот, около земли. Они самые сильные, самые мощные. И они, эти почки, зададут толстые, хорошие, продуктивные побеги. Такие побеги хороши на чайно-гибридных розах, потому что они дают крупные цветы. Но зацветут они позже, чем если бы мы сделали среднюю обрезочку. Вот здесь вот, да, вот на этом уровне, допустим. Потому что срезаем мы много, а кусту сначала нужно нарастить зеленую массу, а потом уже закладывать бутоны. Вообще при любой обрезке мы стимулируем рост. И охотнее всего просыпаются вот эти вот почечки, вот такие вот почечки, как раз под обрезанной частью непосредственно. У чайно-гибридных роз обычно используют такую вот короткую обрезку, чтобы добиться качества цветка. Но некоторые, я знаю, укладывают, пригибают эти розы на зиму под укрытие. Они зимуют по всей длине побега. И потом весной, если оставить эти побеги, их не резать так коротко, роза зацветет раньше, но цветы будут уже мельче, чем при короткой обрезке. И цвести она будет где-то высоко, выше уровня глаз. Мне, например, такой вариант не очень нравится. Далее идет средняя обрезка. Мы оставляем уже большую часть ветки, и на ней, соответственно, просыпается уже больше почек. То есть, смотрите, вот веточка у нас, да, мы где-то берем и режем вот так, ну или вот так вот на наружную почку, да, отрезаем. Так, вот мы все вот это срезаем. У нас остается вот такая вот веточка. Ну, обычно еще такую обрезку делают как раз под высоту укрытия, где-то 40-60-80 сантиметров. При такой обрезке кустик будет пушистее, веточек выпустит много, но они будут тоньше в диаметре, и, соответственно, дадут цветочки помельче. Но количество цветков будет больше, чем при короткой обрезке, так как у нас выросло больше веток. А каждая веточка, как мы знаем, заканчивается бутоном, ну или несколькими бутонами, в зависимости от группы роз. Смотрите, если у нас побег наверху ветвится, то есть образуют веточки вот эти вот второго порядка. Они, как правило, тоньше, чем вот этот вот основной побег. Их мы тоже можем подрезать. Можем оставить от них по несколько почек. Сделаем мы вот так. Смотрите, вот эта веточка тоненькая, мы оставим две почки. Смотрите, первая почечка, вот вторая. Вот эта веточка потолще. Чем толще ветка, тем длиннее мы ее можем оставить. Мы можем оставить, например, четыре почки. Вот эта ветка тоже толстенькая. Мы также оставляем три-четыре почки. Вот эта веточка потоньше. Обрезаем всегда на наружную. И вот эта последняя веточка, мы сейчас вот так ее отрежем, на три почки. В результате у нас вот что получилось. Вот такая вот веточка. Потом каждая такая почечка даст прирост, который закончится цветком. То есть у нас уже будет больше цветов, но они будут не крупные. Следующий вид обрезки минимальный. Это когда мы просто обновляем срезы. Это на плетистых, почвопокровных розах. У этих групп нам нужно оставить больше веток, в том числе вот таких второго и третьего порядка, если они есть, чтобы добиться массового цветения. У таких роз я обычно удаляю только больные, засохшие старые ветки, которые старше трех лет, с такой старой корой. Жалеть их не стоит, потому что они уже становятся менее продуктивные и с каждым годом только отбирают силы у растения. Обновляются срезы. Просто вот так. Вот видите, кончики веток. Просто вот так вот я подрезаю кончик на наружную почку. Ну и последний вид обрезки. Это комбинированная обрезка. Что это значит? Оставляются ветки разной длины. То есть и короткие, и средние, и подлиннее. Для чего она делается? Чтобы продлить цветение. Сначала зацветут веточки, которые мы оставили подлиннее. Вот такие веточки. Я уже показала обрезку. Затем цветут веточки, которые покороче. А которые мы оставили самые короткие, они тем временем будут расти и закладывать бутоны. Когда цветут первые ветки, на их смену придут короткие, которые мы обрезаем. И в результате такой обрезки мы добьемся как бы непрерывного цветения. Но оно будет не таким массовым, если бы мы обрезали ветки на одной высоте. Например, вот я люблю, когда у меня куст массово зацветает, я веточки все срезать стараюсь на одной высоте придерживаться. Кустик отцветает быстрее, но цветочков получается больше. Они как бы распределяются на одном уровне. И очень красиво, как мне кажется. Что происходит с розой, если не обрезать ее совсем? То есть вам ее жалко, а вы не знаете, как резать, по каким-то другим причинам. Это приведет к ее быстрому старению. То есть куст будет загущен, на нем будет очень много ненужных старых побегов с мелкими веточками. Там слепые какие-то побеги в течение лета образуются. И цветы такого куста, они очень заметно мельчают. Их количество с каждым годом становится все меньше. И в результате куст от загущенности будет цеплять на себя всякие болячки. И может даже вообще перестать свисти. Так что обрезку проводить обязательно нужно. Продолжение следует...